Здравствуйте! В эфире программа событий. Я Сергей Кизоркин. Вы смотрите нас в прямом эфире главной темы выпуска. Билборды вне закона. В Самаре насчитали более 300 незаконных конструкций. Что грозит их владельцам? Третьим будешь. Число многодетных семей в Самаре увеличилось. Прошлые и будущие Самары в графике и живописи. В детской картинной галерее открылась выставка будущих архитекторов. Ударят рублем. До миллиона рублей заплатят фирмы, незаконно размещающие рекламу. В Самаре ужесточат подход к нарушителям. Только в советском районе сегодня обнаружили сразу несколько рекламных конструкций вне закона. Сотрудники департамента городского хозяйства вместе с полицейскими в такие рейды выходят регулярно. Насколько эффективна борьба с нелегальными билбордами, выясняла Олеся Корецкая. Улица Дебенко. Новый жилой микрорайон. Большой торговый центр. Активное движение. Вдоль проезжей части десятки рекламных щитов. Две трети из них стоят незаконно. Автостоянки появились здесь пару лет назад. Владельцы получили разрешение, арендовали землю, у собственников поставили ограждение. Получается, нелегальные рекламные щиты стоят на частной территории. Частная территория может быть частной, настоящей, либо просто самозахват, огороженная территория, на территории которых находятся щиты. Мы сегодня работаем по территориям, которые огорожены, которые являются автостоянками официальными. И на их территории по два незаконных щита. В Самаре больше трехсот незаконных рекламных конструкций. Половина из них стоит на частной территории. Это осложняет работу. На проверку сотрудники департамента городского хозяйства выходят после каждой жалобы. В помощники берут полицейских. Суровые охранники, видя людей в форме, становятся более сговорчивыми. Я уже как-то с кем уже подходил? Да, 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 я же вам сказал, это щиты не наши. Мы территорию арендуем. Все вопросы, вот, пожалуйста, напротив здания стоят. Все вопросы, пожалуйста. Владельцы стоянок, в свою очередь, чаще всего на местах отсутствуют. А если удается с ними встретиться, пожимают плечами. Знать не знаем, чьи щиты. Мы все беспонят. Ну, он же стоит на территории, в вашей стоянке. Я не знаю. Рекламные конструкции в городе, независимо от того, на какой территории находятся, должны иметь разрешение. Получить его несложно. Нужно собрать документы и внести плату. Сумма в разы меньше штрафов за незаконное размещение рекламных конструкций. Административное наказание для индивидуальных предпринимателей и организаций от 300 тысяч до миллиона рублей. Если владелец билбордов не найдется в ближайшее время, предписание убрать щиты получат собственники стоянки. И они же обязаны будут щиты демонтировать сами или через суд. Как известно, управдом друг человека, и хотя сегодня его заменили ТОСы и Советы домов, по-прежнему важно, чтобы это были грамотные специалисты. Для этого уже пятый год в Самаре проводится городской форум Советов многоквартирных домов. Здесь представители Советов и ТОСов встречаются с экспертами в сфере ЖКХ и могут напрямую задать вопросы. Как получить звание «Дом образцового содержания» знают герои нашего следующего сюжета. Вот такие таблички «Дом образцового содержания» появятся на домах Самары, Тольятти и других городов области. Опыт лучших ТОСов и Советов МКД поощряют на региональном конкурсе «Совет нашего дома». Заявок на участие пришло больше ста. Победители выбирали по пяти номинациям. Среди них – организация капремонта, благоустройство придомовой территории, создание условий для жителей с детьми. Здесь отметился Тольяттинский ТОС номер 5, знаменитый своими детскими праздниками. Тетя Таня, когда у нас будет следующий праздник? Тогда мы устраиваем. У нас устраивается праздник на одной, двух, трех площадях для того, чтобы охватить население побольше. Постоянно. В том году мы провели вообще 39 мероприятий. Больше всех во всем городе. Награждение – это скорее приятный бонус. Главная цель форума Советов домов – дать знания, которые необходимы в каждодневной работе председателей. Этот форум уже пятый. Его организаторы отмечают. За эти годы грамотность ТОСов и Советов многоквартирных домов заметно выросла. Они начинают говорить с управляющими компаниями на том языке, который те понимают. Это самое главное. То, что меняются собственники, меняются председатели Советов домов. Поэтому обучение с ними должно постоянно проводиться, то, что в принципе и делается. Однозначно это важно мнение представителей Совета многоквартирных домов при планировании текущих работ проводимых управляющих компаний на доме. Обсуждение с ними финансово составляющих расходов. Повестка этого форума сложилась из самых актуальных проблем. Работали две дискуссионные площадки. Председатели МКД вместе с экспертами обсуждали общественный контроль в сфере ЖКХ и взаимодействие с ресурсоснабжающими компаниями. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. Самарский спецназ ЦВО получил новый комплекс наблюдения, который называется «Ирония». Он позволяет военным в режиме реального времени распознать человека на расстоянии до 3 км, а технику — до 7 км. Многофункциональный оптико-электронный комплекс состоит из двух комплектов. Один из них устанавливается на бронеавтомобиле «Тигр», другой — переносной. При необходимости военнослужащие смогут по закрытым каналам передавать фото и видеоинформацию на пункт управления на расстоянии до 10 км. В Самаре долги за тепло превысили 5 млрд рублей. Несколько управляющих компаний вошли в зиму, не имея технической готовности и не заплатив за тепло, потребленное еще в прошлый отопительный сезон. Среди таких фирм — ПЖРТ «Октябрьский», «Жилищные услуги», «ЖКХ-сервис» и ПЖРТ номер 11. В ГИБДД объяснили, почему на дублёре Новосадовой установили знак «Поворот направо». Напомним, взбудораживший автомобилистов знак появился около двух недель назад. Некоторые самарцы, привыкшие ездить напрямую, возмутились подобным решением и посчитали его неоправданным. В ГИБДД же говорят, что знак необходим, поскольку без него невозможно обеспечить безопасный проезд. В Самарской области число заболевших коклюшем за год выросло почти в 2,5 раза. Такие данные сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии, кори, краснухи. Отмечено также снижение заболеваемости острыми вирусными гепатитами А, С и Б, туберкулезом и сифилисом. В целом, как отмечают в Роспотребнадзоре, эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как удовлетворительная. В Тольятти объявили штормовое предупреждение. В четверг, 24 ноября, на территории Автограда резко изменятся погодные условия. Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим местных жителей просят парковать свои машины в безопасных местах и не оставлять их вблизи деревьев. ВЗРЫВ Более 13 тысяч детей родилось в Самаре в этом году. 193 из них двойни и только 4 тройни. Пока этот показатель ниже прошлогоднего, тогда на свет появилось 17 тысяч малышей. При этом многодетных мам с каждым годом становится все больше. Это 11% от общего числа. Сейчас в Самаре зарегистрировано почти 6 тысяч многодетных семей. Это на 2% больше, чем в 2011 году. Причем в этом году чаще рожали второго или третьего ребенка. В Самаре для многодетных семей предусмотрена существенная материальная поддержка. Помимо материнского капитала они могут получить пособие при рождении, выплату к началу учебного года, выплату на проезд в общественном транспорте, первоочередной прием в школы и детские сады и бесплатные лекарства. А также многодетным предоставляются земельные участки в двух районах области для строительства. На территории Волжского района уже участки получили 1272 семьи. На территории Красноярского района 552 семьи. Поэтому участки выделяются, все идет в плановом порядке, то есть программа работает. Самарское изотчество глазами детей будущих дизайнеров и архитекторов. В детской картинной галереи открылась юбилейная выставка 124-й школы. В этом заведении изучают архитектурно-дизайнерское проектирование уже со второго класса. Школа вошла в список 500 лучших образовательных учреждений России. В следующем году отмечают 30-летие. С какими дизайнерскими успехами подошли ученики и преподаватели к этой дате, узнавала Олеся Корецкая. Самара – прошлое, настоящее и будущее в самых разных техниках графики, живописи и декоративно-прикладного искусства. Батик и витраж, гуашь и темпера. Здесь 3D-костел, хоккей в акварели и просто многообразие цветов, вышитое шерстяными нитями. На выставке архитектуры роста представили изображения и макеты самарского культурного наследия для современных и будущих поколений. Какие-то проекты придумывают сами дети, сами предлагают идеи, какие-то из работ, которые здесь есть, это является программным материалом, то, что проходится в школе. И те работы, которые они готовят, например, как дипломные работы по выпуску из школы. Они изучают архитектуру и дизайн со второго класса, мыслят пространственными формами, знают все о композиции, цветоведении, станковой живописи, 3D-графике. В 124-й школе учиться нелегко, но интересно, говорят и ученики, и выпускники. Научила многому. В основном этими знаниями ты пользуешься по сей день. Я практикующий дизайнер, архитектор. Нам даже немножко стало страшно, когда мы посмотрели эту выставку, что растет такая смена, так сказать, что уровень намного стал выше, чем был изначально. 124-й школы – уникальное образовательное учреждение на уровне не только города, но и страны. Выпускники приходят в строительные вузы, подготовленные на более высоком уровне. Это развивает, во-первых, общее восприятие мира. Ты учишься смотреть на вещи, на какие-то предметы именно взглядом с разных сторон. Ты можешь для себя какие-то новые аспекты других вещей устраивать для себя и использовать потом в своей работе будущее. На открытии выставки школьники подготовили музыкальные номера, а также целый парад самарской архитектуры. Выставка архитектуры роста будет работать до 18 декабря. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Историки, археологи и краеведы из десятка городов собрались в Самаре на шестую межрегиональную научно-практическую конференцию. В этом году она посвящена 130-летию со дня создания музея Алабина. Ученые обсуждают вопросы, связанные с проблемами музеев, актуальной тенденцией музейного дела, а также результаты различных исследований. Тему обозначили как «Самарский край в истории России». И большая часть докладов посвящена как раз тому, чем славилась Поволжье и какую роль сыграло в становлении развития всей страны. Историки говорят, у Самары всегда была особая миссия. Можно проследить некий образ столичности, вроде бы как нашей окраиной Самары. Потому что в XVIII веке именно Самара в течение 10 лет была штабом оренбургских экспедиций. Это был громадный проект, если можно так сказать на современном языке, по освоению, по колонизации Заворских земель и Самарского края в том числе. Ну, это понятно, что во время Гражданской войны, в этот период, после революции, у нас был Комуч, которого не было нигде. Это тоже своего рода вот такая столица мы были Комуча политического такого движения. Картину дня дополнят наши следующие выпуски. И вот какие материалы наши журналисты сейчас готовят к эфиру. Один день два города полпредпрезидента Михаил Бабич приехал в Самарскую область. Котлы по индивидуальному заказу. Котельная, которая будет греть стадион, почти готова. По соцсетям встречают. На что в первую очередь обращают внимание потенциальные работодатели. На этом наш выпуск завершен. Удачи, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok